Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами снова мы, Бориса Оржак и Анна Сванес, в программе «С психологом о главном». Но сегодня мы решили поговорить о мужчинах и женщинах. Мне-то кажется, что это для каждого человека важно знать, чем мы отличаемся с точки зрения психологии мужчин от женщин. И, в общем-то, мы с этими работаем постоянно. Вот именно семейные даже вот эти конфликты, немурядицы, все из-за того, что мы не понимаем друг друга. Мужчины с женщинами не понимаем друг друга. Как быть? Скажи, пожалуйста. Это обширная тема, большая очень о мужчинах и женщинах, и очень интересная, очень актуальная. И есть даже книга «Мужчины из Марса, женщины из Венера». Когда я слышу, что мужчины и женщины отличаются друг от друга, и чаще всего в негативном свете слышу, наверное, потому что запросом приходит с конфликтными ситуациями, но меня, например, радует наше различие. Это прекрасно, когда люди отличаются друг от друга. Как раз эти отличия и нас соединяют. Вот, казалось бы, есть такое понятие несовместимость психологии, помнишь? Да. По темпераменту, по разным характерологическим особенностям. Но то, что касается темперамента, смотри, что самое интересное, то, что противоположные темпераменты, они живут долго, счастливо. Почему? Потому что они компенсируют друг друга. Холерик, например, с фальматиком или с англиником и так далее. То есть противоположности в любом случае, помнишь, мы всегда говорим о том, что все законы, которые есть в физике, они работают у нас в психологии. Поэтому нужно об этом помнить. Ну а все-таки как же нам быть-то? Как не конфликтовать? Как не разводиться? Да, вопрос тоже такой большой. В каждой ситуации мы относимся очень так индивидуально, грубо-поштучно. Все-таки, наверное, любовь и вот это единство, соединение, быть вместе, и все-таки вот эта совместимость – это решение, я так считаю. Когда люди говорят, вот мы разошлись, потому что мы совершенно разные люди, не подходим друг к другу и на вещи по-разному смотрим, вообще несовместимы. Я верю, что не бывает несовместимых людей. Да, может быть, мы отличаемся друг от друга, причем очень сильно отличаемся, но человек такое существо, что он может договориться, он может прийти к общему консенсусу и все-таки быть вместе, не конфликтовать – это договоренность, это выбор, это решение. Вот знаешь, вот когда мы говорим о том, что насколько мы различны, то сразу вспоминается психофизиология, да, вот именно, что нейропсихология, то есть наш мозг, пресловутый наш, очень сложный, загадочный наш орган, что у женщин мозг устроен так, а у мужчин по-другому и так далее. Понимаешь, но я точно не скажу, но лет 20 назад, например, все говорили, что мужчины левополушарны, женщины правополушарны. Сейчас это, конечно, очень сильно оспаривается, потому что очень много женщин и левополушарных, и мужчин, и правополушарных, то есть от этого не зависит. И в этом плане очень много открытий, да? Да, открытий, нейропсихология, исследований, да, до сих пор, да. На стыке, вот на стыке вот именно вот эти с нейро, которые связаны, они очень бурно развиваются, поэтому мне очень интересно про это слушать у разных интересных своих коллег. И вот смотри, все-таки, на мой взгляд, я так прихожу к выводу, что все-таки вот эти между паушариями, да, вот есть такое мозолистое тело, которое помогает взаимодействовать паушариям. Насколько мозолистое тело у женщин у нас чуть-чуть по граммам, да, больше, чем у мужчин, поэтому нам как-то больше удается, наверное, быть... Как больше удается? Нет, быть более психологически сильными, чем мужчины и так далее. И вот смотри, как же все-таки так сделать, чтобы эта нейронная наша система изначально правильно реагировала? Но это сложный, сложный вопрос, это сложный. Но в то же время смотри, сейчас, когда мы... Ну, про маскулинность, феминность мы не будем, это такая тема такая, очень такая, ну, аккуратно так про это. Но мы по-простому, скажем так, все-таки у нас мозг реально... Мужчины, они более, конечно, они более прагматичные, они более рациональны. Поэтому вот мужчина, например, ему важно то, что вот он от точки А до точки Б, ему вот он... У него есть цель. У него есть цель, да. И он в голове сразу обрисует такую ситуацию, ну, примерно столько-то километров, да, вот. А женщины никогда такими параметрами не размышляют. Женщины думают, а примерно столько, да, примерно. То есть всегда мы примерно рассуждаем, даже готовим мы, например, на глаз, да. Поэтому мужчины, между прочим, они лучшие повара, наверное, потому что они... Точность, да, вот это важно. Знаешь, помнишь, раньше я говорила... Не говорили, а где-то написано, что самые лучшие цирюльники повара. Да, и партнеры, это мужчины. Визажисты. Визажисты, да, почему? Потому что они... Модель любят точность, да, точность. Они вот именно вот этими параметрами размышляют. И мужчина начинает раздражать то, что мы начинаем очень много говорить. Мелочи вот нам нужны. Да, то, что для них кажется не важным, но мы это будем говорить. Как мы вышли из маршрутки, да, перешли дорогу, потом... Им это неинтересно. Им интересно то, что конкретно мы сделали. Поэтому вот эти... Развища, да. Да, разногласия и возникают. Вот смотри, даже дети, когда мы наблюдаем за детьми, мальчик от девочки, естественно, отличается. Уже изначально. А мы отличаемся. И вот интересно так наблюдать, особенно за детьми, потому что они же такие непосредственные. И поэтому, когда я родителям, кстати, всегда говорю, если хотите посмотреть на себя со стороны, посмотрите, как ваши дети играют. Да, это так. Это шаролевая игра, особенно наша штуинская игра, сайзанах, помнишь? Да. Как они классно. Даже интонацию в доме чашели, да, родители, они вот именно так сымитируют, так классно сыграют. И родителям советую посмотреть, как они это делают, да, себя со стороны. Ну, а все-таки мужчины, мужчины более, ну, как, естественно, менее эмоциональны. Мужчины сильны физически, женщины сильны эмоционально, но слабы физически. И ни в коем случае не хочу сказать, что мужчины тоже эмоционально слабы, но опять же очень там градации такие разные бывают. Ну, в целом, если мы обобщаем грубо, но я думаю, что вот как раз красота и в этом заключается, что мы очень сильно отличаемся друг от друга. Даже на нейронном уровне, то есть понятно, что на физиологическом уровне, на психологическом, на ментальном уровне, в действиях. Я думаю, что это и есть красота, это и есть единство в различиях. Как ты думаешь, почему все-таки сейчас очень много сетуют на то, что настоящих мужчин не осталось? Мужчины стали, как говорят, более такими инфантильными. Я считаю, что это связано со временем, в котором мы живем. Если раньше как-то ценилась больше мужская физическая, ну, то есть сила, например, там он земледелец, он там тяжести поднимает, он еще давно, очень давно еще, наверное, может быть, государство только появлялось, мужчина был и защитником, и кормильцем, и охранником, и добытчиком, то есть он всем был, и очень четко учерчивалась его роль, то есть выделялся. А сейчас и женщины полицейские появились. Женщина, наверное, в нашем современном мире меньше стала нуждаться в мужчинах. То есть в охранниках она не нуждается, есть видеонаблюдение, есть полицейские, например. К тяжести она не носит, там, в сбермаркет курьер доставит, ну, например. А жизнь как-то более стала такой легкой, а может быть, где-то автоматизированной, и роли немножко поменялись. Да, а то, что совсем прям поменялись, мне кажется. Да, но я все-таки считаю, что очень важно подчеркивать силу мужскую, достоинство мужского, потому что мы в этом нуждаемся как женщины. Женщина все-таки впереди мужчина, женщина за мужем, то есть она за ним. И ты знаешь, я своим клиентам именно рекомендую, так как мы советы не даем, но все-таки рекомендую, даже если вы сильнее, чем ваш мужчина. Умнее, может быть, ген, так кажется. Да, порой такое тоже бывает. Даже если вы видите это, но мудрость женская, да, мудрость женская должна быть такая, чтобы немножко прикинуться, что ты слабее, что ты нуждаешься в нем, потому что он должен чувствовать свою силу. Но как только мы начинаем говорить, да я сама, все сама, да, конечно, он будет инфантим. Я больше тебя зарабатываю. Да, что вообще просто ниже пояса оскорбления для мужчины и так далее. И прикидываться, можно сказать так, ну я не хочу это прикидываться, да, именно это мудрость. Все-таки мудрость женская. Мудрость, да, женская. И все время говорить о том, насколько он сильный. Вот это я с тобой абсолютно согласна. И все время подчеркивать перед детьми, что папа решает все дома. Хотя даже если вы решаете, но надо говорить о том, что у папы спросить разрешение, папа как скажет, папа там так далее, папа и вот это сделал. То есть вот именно такое отношение поможет каким-то образом сбалансировать взаимоотношения в семье. Знаешь, очень огорчает, когда совсем молодые супруги приходят, да, и говорят, что вот мы все уже не можем, мы разводимся. Как вот в таких ситуациях ты работаешь? Ну, если бывает так, что супружеская пара приходит, и они уже, прежде чем прийти получить консультацию, они уже внутри себя решили, что все. Да, кстати, как правильно. Тогда уже хоть там лоб зашибе, и хоть как-то работа, и все равно, когда человек приходит с готовым решением, а так просто, чтобы... Особенно женщины, да, там сложно. А когда люди приходят, действительно, нам сложно, помогите, помощи просят, тогда действительно они помощь получают, и брак сохраняется. А когда люди уже с внутренним решением приходят, ну, тогда уже зачем пришли, да. Ты знаешь, я замечаю, что женщина, когда решила, то все. Очень сложно. Мужчина все-таки, он как-то более, как скажем... Навстречу идет. Да, он как-то до последнего, он тянет, до последнего он как-то пытается как-то что-то, ну, сохранить, что-то сделать на примирение, да, и так далее, и так далее. Да, вот еще как-то... И ты знаешь, меня очень радует, что парни молодые сами обращаются, говорят, что мне сделать, чтобы она меня там простила или еще как-то. Вот это очень радует. И ему, знаешь, очень жалко, когда, ну, наверное, ну, неуклонно растет статистически, да, что вот молодые разводятся и немолодые разводятся, кризисы вот эти, да, возрастные не могут преодолеть, быт, быт, вот быт не могут никак наладить, потому что... Рождение детей, особенно первого ребенка, это тоже такой большой стресс для молодой пары. И вот все-таки у нас, ты заметила, что у нас, у нас же свои особенности, у нас мужчин меньше, чем женщин, поэтому женщина автоматически, она становится более сильной, старается как-то все сама решать, сама, сама, все, а потом вы просто... И, кстати, семейные конфликты как раз на этой площади тоже там, почему я все время в я, хотя на самом деле можно было делегировать. Да. Можно было делегировать, сказать, слушай, ну вот это давай так решим изначально. Кстати, вот этого, вот это умение договариваться очень у нас... Хромает. Хромает в этом плане. Хромает. Прости, учиться. Потому что я все-таки убеждаю, что вот человек оправдывает свой развод или свое разделение тем, что мы вот не сошлись, не совместимы. Я вот лично не верю. Мир, он многогранен. Нету ни одного предмета, который похож на другой. Мы все отличаемся друг от друга. Сколько на Земле человек? Восемь миллиардов, восемь миллиардов отдельно взятой личности. Это же прекрасно. А все-таки договориться, принять решение, пойти на уступки, смириться, это и есть объединение, это и есть сохранение брака того же. Семья – это работа. Семейная жизнь – это такая тяжелая работа. И те, которые преодолели все трудности и потом к старости вместе начинают, ну вот и стареть начинают, знаешь, а тогда вот смотрят, эти люди смогли. Я вот все время такой анализ делаю. Эти люди смогли, смогли. Но, знаешь, вот еще такой момент. Женщины очень часто не прощают и потом жалеют. Когда разводятся, вот именно вот эта обида настолько захлестывает, что вот никак это. А с другой стороны, смотрите, уже на телезрительнице, здесь насколько обида, обидно, да, там и так далее. Но еще и гордыня. Гордость, да. Да, это гордыня, да. Что как это, мне изменил ты, как ты смел. То есть вот это все. Тоже надо немножко обидеть. Да, меня обидеть. То есть вот это вот все. Ну а потом, в любом случае, когда это все случается, страдают дети. Больше всех страдают дети. Ну, про это… Можно отдельно. Да, можно отдельно. Это просто, это все просто прекрасно знают. Ну а все-таки. Еще чем, вот сейчас мужчина, мужчины все время думают, помнишь, мне нравится как-то раз. Просто случайно услышала, как по телевизору, уральские пельмени, да, там этот Прикоткин как-то сказал, когда женщина капризничала, капризничала, помнишь, а он такой, как после этого у вас голова не квадратная. Я так охотала, почему-то, потому что, ну реально, когда мы, что мы хотим, непонятно. Непонятно, да. Абсолютно непонятно. И Фрейд не понял этого. Когда понял, к тому времени она уже передумала. Да, да. И поэтому… Вот мужчины, кстати, часто задают такой вопрос. Как понять, что она хочет? Тебе задавали такой вопрос? Да, непонятно, чего она хочет. Но как женщина, порой бывает просто, вот чего она хочет, мужчина спрашивает, просто подойти, обнять ее и сказать, дорогая, я тебя люблю. Вот иногда нам, женщинам, много не надо на самом деле. Вот, вот, внимание, да, внимание. А мужчины, знаешь, как говорят, они говорят, ну я же покупаю ей, ну я же это сделал. Ну, 20 лет тому назад в ЗАГСе же сказал, ну я же передумаю, скажу. Если бы не любил, я бы не покупала, но что, не понимают, что ли, зачем про это говорить? То есть как будто вот жалко прямо вот это слово выговорить. Не жалко говорить каждый день и так далее. Но это не значит, знаешь, что когда чрезмерно это тоже как бы обесценивается, да. А надо знать меру, знать там и так далее. А потом, помнишь, как в анекдоте, когда жена говорит, сказала там, ты помнишь, какой сегодня день? И мужчина просто с содроганием в сердце начинает лихорадочно вспоминать, что он забыл. То ли годовщину свадьбы, то ли там день рождения детей и так далее. И начинает тут машинальная работа в голове. И поэтому это говорит о том, что вот именно просто внимание, да, внимание. А что мужчинам всё-таки? Как мужчинам? Как мужчинам понять? Мужчин тоже всё время молчит. Молчит. Вот чаще всего они молчат уже. Женщины просто от этого теряют терпение и теряют самообладание. Мужчине, наверное, нужно, чтобы жена восхищалась им, когда уважала его, подчёркивала его силу. То есть значимость. То есть значимость. И мужчины нуждаются в уважении, а женщины нуждаются в любви. Да, да. Вот именно что. Мужчина должен знать, что он уважаемый, любимый. И мужчине тяжелее. В любом случае ему тяжелее, мне так кажется, что просто ему тяжелее. Потому что, опять же, с детства же ему говорят, ты же мужчина, ты не должен плакать. Будь сильным. Да, будь сильным. Ты мужчина. То есть не проявляй эмоций. Да. Не проявляй там... То есть он всё в себе на бессознательном уровне, он же всё заглушил. И поэтому ходит молчит. Потому что он не привык проговаривать это. А в семьях, где проговаривают, все свои обиды. И когда решают, когда говорят мы, да, не я. Помнишь, конфликты начинаются именно со слов я, всё я, всё я. Ну, то есть вот это всё. А когда мы начинаем психологу говорить, давайте говорить мы. Потому что у нас семья, мы единый организм. Простое, казалось бы, задание, но так сложно всё время говорить мы, мы. Ну, вот это вот. Да, действительно, влезает. Сложно бывает. Да, ещё, когда мы думаем о себе, как о мужчине и женщине, нужно всегда думать о том, что о нас думают наши дети, как о мужчине и женщине. Потому что мужчина, как раз-таки он по-мужски себя ведёт, мальчик, и он будет смотреть, и он будет именно копировать твоё поведение, так же, как и девочка. Поэтому в любом случае вот это зеркаливание, от зеркаливания вот поведенческих паттернов, да, которые родители задают своим детям, это всё остаётся для них. Поэтому об этом тоже нужно не забывать. Надо быть просто счастливыми, постараться быть счастливыми, потому что всё ради детей. Я-то ладно, пусть дети будут счастливы. Живём ради детей. Да, живём. Не надо жить. Вот именно родители поэтому бывают очень несчастными. А дети должны видеть счастливых родителей. И тогда и они будут счастливы в этом. Это всё взаимосвязано. И что мы пожелаем телезрителям, мужчинам, женщинам, как понимать друг друга? Прежде всего, я желаю, чтобы наши мужчины и женщины понимали, что мы разные. И эта разность не причина конфликтов, ссор. Это не проблема разность. А проблема это, наоборот, ресурсы. Это наша сила. В разности вот в этом как раз и заключается сила. Ну и, конечно, различия понимать, психологические различия, ментальные различия. И понимать тем же мужчинам сострадательно, эмпатийно относиться к своим жёнам. Действительно, женщинам много не надо. Обнять, погладить спинку, массаж сделать. И сказать доброе слово. И вы увидите, как жена ваша расцветёт, как будто он цветка. А женщинам рекомендую всё-таки восхищаться своими мужьями. Не ради лести, а действительно изменить свой взгляд к своему мужу. И почувствовать себя за мужем. Так и не бежать впереди, а именно всё-таки остановиться. И дать место мужу в семье и в принятии решений. И вы увидите, как ваш брак изменится. Вы увидите, как он в целом хорошо станет. Ну, очень хорошо. Ты так сказала прям. А я же пожелаю, дополню всё, что ты сказала. И дополню лишь тем, что надо любить друг друга. Любовь всё преодолеет. Всё преодолеет. Вот тот человек, который раздражает, вот я обычно говорю клиентам, да, говорит, он меня раздражает. Значит, я так просто про себя думаю. Значит, меньше любви становится. Любящий человек будет любить и любого, и который будет бензином там вонять, лёгать, ну, всё будет прощать. И это вот на любви вот именно, раз таки всё держится. Поэтому, когда мы любим, и когда любовь начинает куда-то улетучиваться, как говорят, да, как сделать так, чтобы любовь у нас всегда была. Любовь же тоже бывает разная. Почувствовали, если работать над собой. Не лениться говорить о любви, не чураться этого. и понимать, что мужчина без женщины никак не может. Он носки не сможет найти. И в шкафу он будет смотреть, но всё равно он ничего не будет видеть, потому что без женщины ничего. Детально. Она очень детальна. Да, без женщины ничего. Даже стол, до дома даже и пахнет. Когда женщина уезжает, дом начинает пустым. Порой мужчина даже профессионально не может стояться, если он уходит от жены. Да. Если, ну, то есть, без женщины. За великими мужчинами, да, стоят великие женщины. И поэтому вот именно этот уют, всё создаёт женщина. От женщины очень много зависит. Именно вот как раз женщина только сподвигнуть может мужчину на великие свершения. Так ведь? Поэтому, вот, помятуя об этом, нужно создать свою ячейку, свою историю. Семья – это... Каждая семья имеет свою уникальную историю. Как они познакомились, как они... У каждой семьи есть своя уникальная, ни на кого не похожая. Поэтому вот это сохранять до конца, а потом вспоминать про это и рассказывать своим внукам – вот это и есть великая, я считаю, семейная миссия. Да. И тогда будет всё хорошо. И дети-то внешне даже на вас, если похожи, ну, кинетика тут очень хорошо с ним поработала, то тут вообще просто говорить не о чем, да. И почему все так заботятся о том, что на кого похож, на кого, да, внуки особенно, так с таким, знаешь, такой ревностью, на слатьев похожи или на нас похожи. А на самом деле, ну, на всех похожи ребёнок. Это потому что самого себя. И на самого себя, да. И поэтому дай вам Бог, уважаемые телезрители, понимать друг друга. Мужчины, женщины, они все хорошие. Все хорошие, если только мы будем превозносить то, что есть хорошее в друг друге. И затем надо понимать, какие есть особенности. Можно много читать про это, потому что сейчас, Господи, много всего, много про психологической литературы. Знаешь, мне очень нравится книга Тома Сахариса. Я окей, ты окей. Это вообще просто, мне кажется, настольная книга. Настольная книга. И что касается, вот просто рекомендация такая, что касается семейной жизни, знаешь, мне очень нравится наша коллега тоже, Татьяна Мужицкая. Своеобразная такая. Она очень глубинная, она очень прекрасная. Психолог, там, Марина Мелия, да, там так далее. Читайте больше телезрителей, узнавайте. Не спешите делать поспешных, ну, поспешных выводов не делайте. Сохраняйте ваши отношения, несмотря ни на что. Будьте счастливы, уважаемые телезрители. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова